Уже сегодня в Вёшках гораздо спокойнее. Местные жители вернулись к своим обычным делам. История, произошедшая накануне здесь, в элитном посёлке, привлекла внимание всей страны. В Вёшках работали более 10 съёмочных групп федеральных и региональных телеканалов. Журналистов за оцепленную территорию не пускали. А вот местные жители ещё днём могли попасть в свои дома. Но уже ближе к вечеру заезд на территорию был запрещен полностью. В течение всего дня в СМИ появлялась разная информация о заложниках, задержании и стрельбе. Местные строили догадки, которые СМИ оперативно тиражировали. Короче, там преступный авторитет живёт. Василий, пойдём отсюда. А имя есть у авторитета? Нет, я не знаю, я не знаю. А какие-то люди были? Ну, там просто выстрелы слышали вчера ночью, выстрелы. Ночью? Ночью слышали выстрелы. А сегодня я утром ещё ехал, проезжал, нормально было. А потом всё, закрыли. Примерно в 14.00 в СМИ появилась информация, что стрелок Владимир Барданов задержан. Однако и она оказалась ложной. Помимо владельца дома, там были его жена, дочь, двое внуков, а также двое работников. Их вывели сотрудники полиции. Никто никогда не стрелял. Уберите, пожалуйста, я приехал только не был. Свидетели. Соседи и журналисты в три часа дня услышали звук перестрелки. Со стороны дома повалил чёрный дым. Появилась информация, что стрелявший применил против силовиков более 20 гранат. Завершился штурм только в 9 вечера с сильным пожаром. В ходе спецоперации был ранен росгвардеец. На месте происшествия всю ночь работали мытищенские пожарные. И сегодня утром следственный комитет подтвердил гибель Владимира Барданова. Его тело нашли в сгоревшем доме. Теперь предстоит экспертиза ДНК и ряд других исследований, в том числе и психиатрическое, посмертное, заявили в следственном комитете. После того, как огонь потушили, в здании нашли большой склад боеприпасов и оружие, которое тоже отправят на экспертизу. О личности погибшего известно. Владимиру Барданову было 61. Проживал в Москве. Был несколько раз судим за грабеж и мошенничество. Находился в розыске. В недавнем прошлом он владелец частных охранных фирм и автосервиса. На своем участке бизнесмен собрал целый мини-зоопарк. Медведь, рысь, пума и даже крокодил. В последнее время владелец многомиллионного состояния имел долги по налогам. Со всем этим богатством еще предстоит разбираться следователем. Это дело уже на контроле главы следственного комитета Александра Бастрыкина. Алсу Калимульна, Константин Химичев, Первый Матищинский.